Всем привет, это Павел Белинский и с вами Бегущий Человек. Дух победителя. А вы знали, что еще в 2012 году изобретатель Санкт-Петербурга Александр Семенов запринтентовал боевую систему, которая позволяет экипажу танка использовать для стрельбы собственные экскременты? Практически неисчерпаемый источник боеприпасов для российской армии. Видимо, именно тогда выражение аналогов нет обрело реальное очертание. Боевая машина стреляет экскрементами. Убить фекалиями вряд ли получится, но вот что точно, сломить дух. Изобретатель Александр Семенов прославился на весь мир всего за один день. Танки, которые стреляют отходами жизнедеятельности солдат. Вы видите, там боец у меня нарисован со спущенными штанами и он в контейнерах как раз, извините, опорожняется. По задумке изобретателя, водитель танка должен будет сидеть на пустой емкости, предназначенной для сбора его фекалий. Военный наполняет емкость отходами сразу же или в два этапа. После того, как емкость наполнится, она сверху надежно закрывается крышкой. Затем получившийся из отходов водителя и других членов экипажа снаряд выстреливается в сторону противника. И противник весь в говне, в панике, должен убегать прочь. Автор проекта настаивает на том, что такая технология позволит решить как минимум две задачи. Обосрать противника и утилизировать экскременты и одновременно понизить боевой дух противника. Ведь когда ты весь с ног до головы в говне, воевать сильно тебе не хочется уже. Дебильная русофобия о сне и обнищании рядовых европейцев Дмитрий Медведев пожелал европейцам веселого Рождества. В своем телеграм-канале замруководителя Особеза написал о введении потолка цен на газ со стороны ЕС, назвав его дурацким. Во-первых, его введение вызвано зоологической ненавистью к России. По мнению Медведева, из-за того, что это не рыночная мера, то она просто не сработает. Во-вторых, Евросоюз бессилен повлиять на сложившуюся ситуацию, из-за чего и был придуман потолок цены, чтобы сделать хоть что-то. Сейчас цена на газ установлена в районе 180 евро за киловатт в час или около 2000 долларов США за 1000 кубометров. Что еще пару лет назад все даже не могли себе представить даже в самом счастливом или страшном сне. Мэри Крисмас подытожил поздравлением свой пост Медведев. Путинские пропагандисты снова врут. Вот пруф, смотрите, пропагандист пишет, что сегодня Херсон обстреляли из Хаймерса. В качестве доказательства приводит фотографию с шариками. Однако фотография с шариками взята из другого источника и ее дата – 2017 год. Помните повара, который сыпет соль с локтя на свою хавку? Так вот, он каким-то макаром пробрался на футбольное поле после финала чемпионата мира 22 и начал докапываться до победителей сборной Аргентины. После победного матча с французами он приставал к футболистам и прошел у них автографы и даже смог сфотографироваться с трофеем. При этом, согласно регламенту FIFA, доступ на поле и тем более к кубку сильно ограничен. По правилам Международной Федерации Футбола к кубку мира может прикасаться только определенный круг лиц – победители турнира, официальные лица FIFA и главы государств. Из-за такого поведения Нусрета мощно захейтили в соцсетях, а FIFA начали расследование того, как этот клоун попал на поле. Суд закрыл дело против экс-депутата из Татарска, бросившего сбитого ребенка на дороге. Сергей Мамонтов заплатил пострадавшей стране миллион рублей. Также он гарантировал, что возьмет на себя все расходы по лечению. По словам матери ребенка, в суде сразу нашлось смягчающее обстоятельство в пользу депутата. От положительных характеристик с места работы до серьезной болезни, поэтому Мамонтову не грозило ничего, кроме условного срока. Если вам понравился подкаст, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, додавите на колокол, чтобы не пропустить выход новых видео и подкастов, и поддерживайте канал рублем. Все ссылки в описании. Спасибо, до скорого ролика. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова